Вечер добрый. Информационная картина дня в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Ишменева. Здравствуйте. Поддержат малый и средний бизнес финансово. До 500 тысяч можно получить на возмещение затрат. Об этом в другом сегодня говорили чиновники. Капитальные ремонты под угрозой, а у магнитогорских предпринимателей нет идей. Финансовые вопросы сегодня обсуждали на аппаратном совещании. Любишь отдыхать, люби и мусор. Собираются активисты магнитогорской башкирии. Объединились в борьбе за чистоту озера Банное. В жаркий летний день на берег озера люди пришли не чтобы отдыхать или купаться. Как грамотно перевести стрелки, не жаргона. Профессиональные знания проверяют конкурсы мастерства вагоновожатых. Об этих и других событиях подробнее. Фермеры опасаются потерять урожай из-за нашествия саранчи. Один из очагов распространения – поселок Кирса Верхнеуральского района, где много необработанных земель, которые используют для сенокоса. Уже сейчас не только там вредоносные насекомые уничтожают посевы. Тучи саранчи движутся в сторону Авделиловского и Агаповского районов. Сельхозпроизводители надеются на господдержку. Но для того, чтобы получить деньги на покупку гербицидов, нужно объявить режим чрезвычайной ситуации. Так называемый порог вредоносности составляет около 10 особей на 1 квадратный метр. В этом году пока неизвестно, какая ситуация на других территориях, но на нашей территории она очень сложная. Очень много семейства саранчевых. Они размножаются и размножаются очень быстро, чем грозит уничтожение и неполучение урожая. Фермеры подготовили письма в администрацию Верхнеральского района в ближайшее время. Специальная рабочая группа, куда войдут и представители районного управления сельского хозяйства, обследуют территорию. Селяне уверены, проверка подтвердит, что порог вредоносности превышен уже в несколько раз. Всего в нескольких километрах от областного центра, но вдали от цивилизации. Общероссийский народный фронт сегодня выяснил жители, каких поселков не могут получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Об этом Лев Битков. Народный фронт стучится в двери, проверяет окна, но безрезультатно. Прохожая женщина рассказывает, медпункт поселка Баландино закрыт уже более трех месяцев. Несколько недель назад у Марии Максимовны прихватило сердце. Таблетки не помогали. Пенсионерке пришлось на такси ехать до Челябинска, чтобы получить хоть какую-то медицинскую помощь. Я сюда пришла, тут нет никого. А потом уже скорую вызывать. Бесполезность чем-то не приедет оттуда, не дождешься. Ну вот, намела машину и поехали. Врач уволился из-за низкой зарплаты, а заменить его некому. За медпомощью все местные бабушки и молодые мамы с детьми ездят либо, как Мария Максимовна в поликлинику металлургического района, либо в фельдшерский акушерский пункт в соседней береговой за несколько километров. Здесь работает Раиса Гениятулина. Чтобы зарплата была побольше, по совместительству фельдшер трудится на полставки санитаркой. Сама моет полы и инструменты. В периоды эпидемии приходится принимать по несколько десятков человек за смену. А зарплата сейчас какая? Ну вот у меня у фельдшера высшей категории, работающая на ставку, где-то в районе 15-16 тысяч. Третий населенный пункт – село Петровка и снова закрытая дверь. Два объявления по одному – врач ушел, отпуск, по другому идет капитальный ремонт. В любом случае, по факту это означает то, что 3000 человек оказались без медицинской помощи. По информации Народного фронта, сегодня около 120 поселков в Челябинской области не имеют медицинских подразделений. Из них 15 с населением более 700 человек. Сейчас активисты проводят мониторинг по всему Южному Уралу, о результатах которого намерены доложить президенту в конце июля на Всероссийской конференции по здравоохранению. Со всех регионов России будет информация стекаться, и потом уже будут какие-то рекомендации даны и правительству Российской Федерации, и, возможно, будут озвучены какие-то просьбы на встречи с президентом. И всегда после таких встреч обычно президент дает поручения. Помочь разобраться в реальной ситуации могут и жители области. О проблемах в здравоохранении Народному фронту можно рассказать по телефону и прислать доказательства. Фотографии и видео закрытых здравпунктов на электронный почтовый ящик. Лев Битков и Ксения Яковенко, Вести Южный Урал. Чем может обернуться игнорирование квитанции за капитальные ремонты и почему среди магнитогорских предпринимателей нет желающих получить помощь иностранных инвесторов? Сегодня на расширенном аппаратном совещании обсуждали и эти, и другие вопросы. Юлия Черешнева заседала вместе с чиновниками. Сегодня говорили о поддержке малому и среднему предпринимательству. В 2015 году на эти цели было выделено 6,5 миллионов рублей. Финансовая поддержка в 2015 году оказывается предприятием в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования и на уплату первого взноса по договорам лизинга. В 2015 году максимальный размер субсидии увеличен до 500 тысяч рублей. В 2014 году он составлял 250 тысяч рублей. Виталий Бахметев отметил, что местных предпринимателей готовы поддерживать даже иностранные инвесторы. Но пока от наших бизнесменов интересных предложений не поступало. Такой пример. Мы во вторник проводили рабочую встречу во главе с Александром Дубровским, с немецкой компанией «Сюшенкруп». Они готовы сегодня оказать финансовую поддержку предпринимателям в городе Магнитогорска и Челябинской области. Необходимы уже такие-то станки, такие-то печи. Они готовы приобрести, нам поставили. Процентная ставка ноль, предоплатный ноль. Очень интересное предложение. Но самое, что так для нас неприятное, у нас нет предложений. Как заимствовать эти деньги? Еще один финансовый вопрос – сбор средств на капремонты многоквартирных домов. Так, в этом году работы проведут в 70 домах по федеральной программе на средства, оставшиеся с прошлого года. А еще 50 домов отремонтируют на деньги, собранные региональным оператором. Поэтому мы должны понимать, что в текущем году 17 миллионов, то, что у нас осталось с прошлого года, мы отремонтируем дома. А вот те дома, то, что сегодня планы по текущему году, за счет финансирования этих сборов, это только 100 миллионов рублей. Такими темпами мы ничего не отремонтируем. Полгода прошло, денег не собираем, процент сбора очень низкий. Не будет денег, не будет ремонта. Других источников финансирования у нас нет. Затронули и праздничную тему «Объединенный день металлургов и день города». Мероприятия стартовали еще в середине июня и продолжаются до сих пор. Впереди день семьи, любви и верности 8-го. 16-го – праздник для ветеранов в арене «Металлург», а 17-го – главное торжество с участием приглашенных звезд российской эстрады. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, Вести Магнитогорск. Более 60 человек за один день. Сегодня в библиотеке Крашенинникова прошла акция «Бесплатная юридическая помощь». Организаторы местного отделения Ассоциации юристов России и правоведы консультировали по вопросам гражданского и семейного права. «Я купила квартиру. Предыдущая хозяйка не хочет выписываться. И поэтому с ней сейчас прописано двое. Я живу вообще-то одна. Прописано двое, и я лишена субсидий». Кроме того, Ассоциация юриста пригласила специалистов из разных ведомств. «Дело в том, что у нас присутствуют и специалисты-нотариусы, у нас представители прокуратуры, у нас представители управления социальной защитой населения, управления жилищно-коммунального хозяйства. И ко всем к ним идут посетители, представители адвокатуры, прокуратуры. То есть все направления востребованы. Поэтому, конечно, всегда было много вопросов к нотариусам, вопросам наследственного права. Конечно, много вопросов по гражданскому законодательству». Добавлю, что единый день оказания бесплатной юридической помощи сегодня прошел по всей стране. К другим темам «Чистый берег, чистая вода». Под таким названием прошла массовая акция в окрестностях озера Банны. В ней приняли участие активисты и колки из Магнитогорска и соседних районов Башкирии. Более ста человек. Наблюдал, как трудятся другие, но выполнял свою работу Игорь Болонин. Работа пошла дружно и быстро. За день планируют очистить примерно 5 километров береговой линии озера Сабакты. Или, как его называют в Магнитогорске, Чебачьево. «Здесь будут примерно сейчас участвовать около 100 человек. Это только с нашего района. С Абзелилского района приедут сейчас. И с Баймакского района приедут. И с Учалов должны подъехать. Если здесь люди увидят это, будут другим рассказывать. Но кому-то совесть верно заиграет, может, не будет немного мусорить». Пенсионеры, предприниматели, учителя, взрослые и дети. Участники акции признаются – объединяет их всех любовь к родному краю и особая жизненная философия. «Допустим, вот поэт берези может увидеть стройную березу, как образ стройной девушки. А кто-то увидит кулометр дров в этой стройной березе. Вот мы участвуем во всероссийской акции «Чистый берег, чистая вода». Это не первый экологический субботник, на котором мы участвуем». Такие акции проходят последние три года. Этим летом уже очистили берег озера Узункуль в Училинском районе. Теперь переключились на курортную зону в окрестностях Банного. Озера Банное, Чебачье и Ташбулатого, или по-башкирски Ектыкуль, Сабакты и Корабалыктыкуль – не просто излюбленные места отдыха. Горожан и жителей Обзелиловского района и памятники природы. Система этих озер по-настоящему стратегически жизненно важный объект для нашего города. Ведь в нее впадают множество мелких родников и речек, а вытекает только одна – Янгелька, которая снабжает питьевой водой две трети Магнитогорска. Местные жители говорят, все три озера связаны между собой, будто части единого организма. Повышается уровень реки Банное, озера Банное, остальные два озера тоже наполняются. Есть даже такая, может быть, легенда, может быть, быль. Вот лодку, потерявшую в Банном, нашли в этом озере. Как-то она по каким-то путям оказалась тут. Активисты планируют и дальше заботиться об этих и других уникальных природных памятниках. В ближайшее время собираются провести субботник непосредственно на берегу Банного, а также на озере Толказ. Игорь Болонин, Дмитрий Титов. Вести Магнитогорск из Обзелиловского района. Поцелуй от Силуйка и Краснова. Художники-граффитисты из столицы закончили работу. Картина под названием «Люблю тебя» сегодня была открыта на проспекте Ленина. Напомним, этот шедевр на фасаде стал уже пятым в Магнитогорской коллекции проекта «Музей мира под открытым небом». Сколько краски потратили, поинтересовалась наша съемочная группа. Пока реализация проекта проходит на отличной. Из пяти картин под открытым небом первая появилась в Магнитогорске в 2013. Спустя время были немецкий егерь, у которого отобрали трубку в связи с запретом пропаганды курения, мораль от Чеха, что без труда не выловит рыбку, и оазис на советской от казанского граффитиста. В многоэтажке на Ленина 84 досталась романтика в стиле поп-арт. Это когда из точек, как из пикселей на мониторе, складывается единая картина. В данном случае единого поцелуя. Финансирование идет за счет спонсорских средств. Ну, либо за счет тех территорий городов, которые направляют к нам художникам. Романтика на фоне с паской башни стоит недорого. Только проезд и проживание московских художников, а также расходы на краску. 60 литров ушло на все, говорят граффитисты, и даже осталось. Поэтому перепало одному из магнитогорских трамваев, которые также раскрасили столичные гости. Вагон получился разный с двух сторон, как символ Европы и Азии. Еще одним брендом города, возможно, станет и это каменное полотно. Ярко, как бы неплохо. Если будет больше, думаю, хуже не будет. Это очень красиво, это эстетика, это сейчас культурно, это вообще сейчас модно. Как и продвижение дружбы и любви. Прекрасно, вид прекрасный. Всем очень нравится. Самим произведением довольны художники. Правда, пришлось попариться в буквальном смысле слова. Жара, оказывается, не друг уличного искусства. Краска может выгореть на солнце. Что касается любви, то уйти от этой темы с такой фамилией просто невозможно. Игра с фамилией тоже не случайна, я думаю. Ну и вообще, довольно часто выбираем такие романтические сюжеты. И основное сдержание работы – это книг с СП-партом и абстракцией. В скором времени за баллоны возьмутся граффитисты из Польши и Екатеринбурга. Адреса еще двух фасадов музеев пока тайна. Анастасия Ишменева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. В эфире Вести Магнитогорск. Продолжаем программу. Они крепче держатся не за руль, а за ручку. В Магнитогорске завершился конкурс водителей трамвая. В течение двух дней восемь участников соперничали в пяти номинациях. О критериях конкурса и победителе расскажет наш корреспондент. Петь нельзя, а вот проверить исправность микрофона и можно, и нужно. В дороге случается разное. Связь диспетчером должна быть всегда. Екатерина Васильева после пяти лет работы с закрытыми глазами найдет нужные кнопки управления. Ее профессия – осуществившаяся мечта детства. Сидишь, когда на одном своем маршруте, люди тебя уже знают. К тебе относятся, то есть привыкаешь ты к людям. Порой даже едешь на вагоне и смотрят уже не на тебя, ну не на маршрут, а на тебя смотрят. И садятся, а ты едешь, например, другим маршрутом. И они удивляются, как так-то. Почему семерка, а не двадцать четвертым, например? В двух магнитогорских депо работает 290 водителей. Но в конкурсе профмастерства отважились участвовать только 20 человек. А после первого этапа их вообще осталось всего восемь. Когда мы работаем уже на линии, там уже все на автомате происходит. А тут волнение, стресс, подготовка, влиять все это. И поэтому это как лотерея. На самом деле не лотерея, а виртуозное исполнение. Члены жюри с каждым конкурсантом проехали по маршруту. На дистанции 900 метров водитель должен был перевести стрелки, выбрать правильный скоростной режим. А самое главное – пассажиров вести бережно. Вчера была теоретическая часть – это устройство трамвая, правила технической эксплуатации трамвая, трудовое законодательство. Они устно рассказывали. Далее показали свои знания в правилах дорожного движения. Показали, как правильно нужно принять свой подвижной состав, приемка подвижного состава. И самый интересный конкурс – это культура обслуживания пассажиров. Лучшим водителем трамвая была признана Екатерина Васильева. Девушка победила в каждой из пяти номинаций конкурса. В конце июля она будет представлять наш город на областном конкурсе профмастерства, который в этом году пройдет в Магнитогорске. Галина Кочерова, Мария Дронина, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Победителем может стать каждый. Завтра отмечается Олимпийский день в нашем городе в субботу. На площадке спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» состоится большое спортивно-культурное торжество. В 10 утра будут организованы первые этапы туров по стритболу, футболу и пляжному волейболу. Основная же программа начнется в 15 часов. Посмотрите, поучаствовать в соревнованиях приглашаются абсолютно все желающие. А те, кто уже приобщился к спорту через несколько секунд. Не спортсмены, но олимпийцы. Дистанции 2 километра в программе «Игр четырехлетия» нет, а в Магнитогорске в программе «Олимпийская неделя» есть. И бежали и учащиеся спортивных школ. Среди каратистов, боксеров и легкоатлетов преимущество было у последних. Я бегаю короткие дистанции, но вот решила попробовать на длинные. Так что, ну, считаю, что смогу и для себя попробовать, и решить, смогу ли я это преодолеть или нет. В мужском забеге шансы у всех украл Артемий Никитин. Парень только утром вернулся из Смоленска, где выиграл две медали. Бронзу в беге на 800 метров и золото на 1500. Думаю, самолет даст о себе знать. Тяжелая дорога была, долгая. Ноги болят себе. Посмотрим, что сейчас будет. А было снова золото. Артемий выиграл и на дистанцию 2 километра. Следующими на своих двоих, но уже на колесах, вышли точнее, выехали велосипедисты. Юные, опытные ветераны. Все в разных заездах. 6, 8 и 12 километров. Дольше всех ехали ветераны. Бег уже как-то. Суставы болят. А сейчас легче крутить педаль. Энергии тратится столько же. Может даже больше. В итоге финишную черту пересекли 70 велосипедистов и 200 бегунов. На статистику повлияла уже кажущаяся нескончаемая жара. От соревнований отказались городские лагеря. Но Магнитогорские Олимпийские игры состоялись. Мария Дронина, Евгений Грузев, Вести, Магнитогорск. В эти выходные в Вершампенуазе ночью ожидается до 18 градусов тепла. Днем плюс 27-29. В Китильском районе ночью столбик термометра покажет около 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 33. В Верхнеуральске ночью ожидается до 17 градусов. Со знаком плюс днем до 27. В Новообзаково ночью воздух прогреется лишь до 17 градусов. Днем до 26. В Магнитогорске переменная облачность. Временами дождь ночью до 18 градусов тепла. Днем плюс 26-28. Жара действительно кажется нескончаемой, как и гроза. О новых событиях и о том, что случится в выходные, мы уже расскажем вам в понедельник в 19.35 на телеканале «Россия». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова